Вот такой вот у нас крупногабаритный шарик, который я даже так в руки взять не смог. И сейчас мы его берем и аккуратненько туда в цилиндр бульк. Всем привет, ребят! Ну, что вам хочу сказать? Попалась на глаза вот такая вот картинка замечательная. И с такой милой подписью, что каким-то непонятным образом шарик попал в цилиндр и вот настучал именно вот такие вот, скажем так, красивые, ровные, круглые кротера. Именно вот на днище поршня. Так вот. Ну, правда, интересно попробовать сделать такое же, чтобы вот все было так ровненько, так четенько, так классненько. И вот здесь набрали такой боевой комплект, что можно будет загрузить в цилиндр для того, чтобы получить такие же повреждения. Шарики есть побольше, есть небольшие болтики, винтики, даже вот такие вот кусочки керамики от свечи. Про это точно знаю, бывает, что даже внутренняя часть керамики от свечки, она откалывается, попадает в цилиндр и может наделать там ее делов, причем очень-очень даже неприятных. В общем, понятно, что после каждого, так сказать, испытуемого, то есть там маленького шарика, маленького болтика, там маленького кусочка керамики, все остальное, снимать головку, то есть смотреть на поршень, ну, это немножко хлопотно, да. Чтобы этим не заниматься, у нас есть вот такая штука, это такой вот эндоскоп, ну, мы уже пользовались, мы увидели. Ну, удобнее же начать с какого? Допустим, вот Жигулида классика. Ну, вот прям, ну, второй цилиндр, он прям сам бедняга просит, выкрутите с меня свечку и что-нибудь туда запихните. В общем, сложностей никаких, выкручиваем, смотрим и начинаем загружать. Поехали. Так, ну все, значит, камеру подключил, опускаем туда камеру, надо повернуть маленько. Так, вот он наш поршень, смотрим, что тут с ним. А с ним, в принципе, все в порядке. Ну, нагар, конечно, как без этого-то быть. Зазоры у нас уже очень хорошие, смотрите, какие прям изумительно замечательные. Ну и, в принципе, поршень целый, живой, ничего на нем такого криминального нет, кроме вот этого масла, видите, да. Ну и ладно, масло нам не помеха, мы хотим здесь сделать отметины. Правильно? Правильно. Вот тут, видите, вот маленько поцарапано, это, похоже, отвертку засовывал, смотрел, где находится поршень. Значит, сейчас, пока свечечки нет, мы туда загружаем шарик, закручиваем свечку, заводим, погазуем, сильно не будем выворачивать. И после чего выкрунем свечечку и посмотрим, появятся у нас отметины на поршне или не появятся. В общем, поехали. Вот такой вот у нас крупногабаритный шарик, который я даже так в руки взять не смог. И сейчас мы его берем и аккуратненько туда в цилиндр булька. Все, он там. Ну и все, теперь берем свечечку, так, закручиваем ее, оттягиваем. Ну что, момент истинный, запускай, будем слушать. Ну что-то похожее на стук есть. Представить, проскакивает, а постоянно вот ойду стук. Больше шариков? Маленький. Прям горсть его насыпает. Мне кажется, что с таким размером шарика они могут спокойно высказать через выхлопные клапана. Ну, выпускные. Ну и все. Больше стуков нету. Что-то мне подсказывает в глуши. Хотя нет, дергается. Что, по-моему, шарик покинул цилиндр. Сейчас мы свечку выкрутим и посмотрим. По свечке он один раз попал. Смотри. Сюда, Аллочек. Ну и ладно. Так. Так. Ай, вот он наверху прям поршень. Так, что мы тут видим? Мы тут видим клапан. Ты видал, насколько он открытый? То есть, такой шарик выскочит прям без особых сложностей отсюда. Смотрим. Вот он, видишь, настучал. Вот этот настучал на шарик. Вот так вот. Смотри, как тык-тык-тык-тык-тык. Прикольно, да? А где он сам? А где сам шарик-то? Шарик-шарик. Шарик. Вот смотри, как долбил шарик по поршню. Где? А, нет. Вот это нет, это что-то другое. Вот они получились, раковина шарика. Смотрите, картера прям такие вот здесь вот прям. Смотри, сейчас поближе попробую. А где вот тут шарик? Действительно, тут вообще ничего не понятно. Ну, отметим, смотри, сколько. Блесит алюминий, потому что он светит. Там же у нас лампочка яркая. Давай покачаем. Давай покачаем. Шарик покатить. Где вот его тут найти? Это у нас какая-то лунная поверхность получилась. Понимаешь, она вся вон в картерах прям. Вообще вся. Что-то я его не наблюдаю, если честно. А вот он, вот он. Вот это вот, мне кажется, что это он. Подожди, но мы, чтобы не гадать, можем сделать следующее. Можем засунуть туда магнит. И попробовать его магнитом найти. Поступило предложение, что если туда не один шарик загрузить, а несколько. Тот шарик мы нашли, который вы видели, да, лежит на пашне. Берем, еще один туда загружаем. Это будет два, их там уже берем. Еще один туда загружаем. Раз. Так, это уже три, да? Четыре. Пять. Так, а всего их семь. Что, все семь? Давайте все семь засудим. Двигатель еще раз у нас поработает. Надеюсь, все-таки не заклинет раньше времени. И потом мы узнаем все-таки, правда-неправда, что... Но они маленькие, действительно. Они могут выскочить через клапан. Ну, семь. Продолжаем эксперимент. В конце эксперимента мы обязательно вскроем и посмотрим, сколько их там осталось. Ну, теперь какой-то вообще непонятный стук появился. По свечке попадает, да. У него раз, у него, о, 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 о. Да ладно, что ты, блин, из-за семи шариков погиб, что ли? Ну, просто что-то было такое, ну... Жигулис. Да, Жигулис, абсолютно верно. Не, можно вывернуть, посмотреть, они сейчас должны поршень полностью блестящий сделать, должны были, по идее, отбить весь нагар вообще, такая дробометная машина, дробью отбивает, которая всяких шлаг, шлам и все остальное, да, давайте посмотрим, глуши. Такое ощущение, ты знаешь, как будто они в свечку еще попадали, смотрите, какие отметины, не должно же быть такого на свечке, видишь, маленькие, маленькие, беленькие, поехали. О, вот он, поршень, вот она планета, поршень, обстрелянная бильярдами метеоритов, ну смотри, он весь, весь побитый, так, вот он, один метеорит лежит. Алло, а где остальные-то? Ты видишь хоть один еще? Два. Два рядышка, но не было. Вот он, в масле, по-моему, еще один залипший, да? Угу. Откуда у нас столько масла в солидаре взялось? Вот, по-моему, еще один, да? Да, это блестит. Или даже два, фиг его знает. Непонятно, оно все похоже, что это шарики. А вот это вот отсюда похоже, что шарики. Ну, потому что все блестит. Алюминий заблестел, да. В общем, видели вы все это дело прекрасно. Сейчас мы это все дело останавливаем. И продолжаем. Второй цилиндр мы закупориваем. Шарики у нас там на месте. Мотор у нас с ними работает. Это хорошо. Значит, третий цилиндр выгрузили свечку. Есть у нас вот такие вот мальчики. Маленькие винтики. Ну, тоже маленькие. Ну, в принципе, как маленькие. У него только шляпка, наверное, как шарик, который мы туда забрасывали. А длина-то у него тихо еще больше. Ну, и фиксируем. Берем вот так раз. Третий цилиндр. Раз. И винтик. Ну, и все. Давайте попробуем запустить. Запускай. Ой. Ой. Ой, глуши. Итак, маленькие вот эти веселые винтики начали делать свое дело. Слышали, знаете, какой стук в двигателе. Поэтому мы его прям заглушили. То есть не стали ему там ни оборотов, ничего насыпать. Потому что они хоть и маленькие, но, похоже, удаленькие. Могут там чего угодно наделать. Поэтому, что пока он еще работает, давайте выкрутим еще одну свечку. И забросим туда вот керамику. Ну, то есть имитируем вот это откол керамики от свечи. Берем волшебный пинцет. Хоп. И кусочек керамики. И поехали загружаться. Второй кусочек. Туда же. Хоп. И третий кусочек. Иди сюда. Не убегать. Тоже туда же. Хоп. Замечательно. Керамика, шарики, винтики. Поехали. Я очень надеюсь, что это вы слышите. А так работает двигатель на последнем вздохе. Глуши, а. Глуши его. А то он сейчас сам заглохнет, и мы его потом не заведем. А нам хочется посмотреть все-таки последствия всех вот этих дел. То есть, последствия попадания всего вот этого мусора в цилиндре. Ну что, двигатель у нас пока работает. Берем вот такие шарики. Они не маленькие. Ну, порядка шести миллиметров. Диаметр. И. Оп. У меня шарик упал в цилиндр. Что теперь делать? Первый шарик у нас там. Берем еще один шарик. Хоп его туда. В четвертый цилиндр. А че? Ушел. И третий. Я думаю, трех будет более чем достаточно. Так. Ну все. Шарики там. Свечка. Вот она. Поворачиваем ее на место. Так. Ну поехали. Недолго музыка играла. Ну теперь надо в обратную сторону крутить его. Что-то там, по-моему, совсем всему-всему плохо. Вообще, крутится, нет? Крутится, смотри, что. Это хорошо. Ну, обратно провернули. Давай вперед. Ну что получается? Значит, с такими шариками у нас двигатель провачиваться совсем не хочет. Поэтому сейчас выкручиваю свечку. И мы пытаемся их оттуда извлечь. Поршень, вот он. Так, шарик раз. Шарик два и шарик три. А это что такое лежит здесь? Шарик маленький. А откуда он здесь взялся? А мы туда не впихали? Мы туда ничего не ложили. В смысле, я не понял. Если, короче, это... Он туда залетел через выпуск. Волнок, так через выпуск посудить, туда залететь. Да это не может быть, чтобы это шарик, который мы закидывали во второй цилиндр. Ну вот, в принципе, о чем я вам говорил, смотрите, с помощью магнита, все-таки два шарика нам удалось оттуда достать. Честно, я даже не могу понять, с чем он встречался, потому что мы этот момент не видели, но на шарике здесь прям хорошая такая пробоина. Это вмятина, это о чем говорит? О том, что как бы он у нас не с клапаном бы встретился. Так, ну что у нас там с уловом? Не клюешь, что ли, нифига? Один остался. Это какой-то пискарик. Да ладно. Да ну нафиг. А как так может быть? Ребят, мы, значит, в камеру точно увидели, что это шарик. Смотрите, что произошло. Со второго цилиндра. А как? Это же четвертый цилиндр. Так, я вообще теперь... Теперь все, короче, паника. Паника в голове. Как со второго цилиндра вот этот маленький шарик, помните, мы 7 штук туда загружали, попал в четвертый. Слушай, ну судя по цвету, он уже, наверное, давно здесь был. Нет? Просто, ребята, это на самом деле какая-то загадка. Как со второго цилиндра вот этот маленький шарик умудрился попасть в четвертый. Ахалай, махалай, обязательно нужно дунуть, иначе чудо не произойдет. Вот он и третий. Все замечательно. Почему вытащили все три? Потому что, ну даже если останется один, то у нас получится, что опять будет поршень, проходя вверх в точку, упираться в шарик. Соответственно, шарик упираться будет в ГБЦ, и у нас или поршень, или что-нибудь ловит. Ну, то есть видели, что двигатель не прокручивается. Значит, вкручиваем свечку четвертого цилиндра на место. Откручиваю и думаю, как этот маленький шарик мог оказаться в четвертом цилиндре. Ну и запускаем. Запускаем с керамикой, запускаем с шариками, и запускаем с винтиками. То есть с большими шариками не получилось, не проворачивается мотор. Конечно, попробуем завести. Давай, пробуй. Что-то там у нас пошло точно не так. Интересно, где же я? Главное, по звуку не поймешь, в каком цилиндре это происходит, потому что отдает по всему блоку. Звук-то слышите какой? Такой прям очень громкий, очень высокий. Где-то что-то... А, ты хочешь опять, да, продавить? Ты уже раз продавил. Ну, продави. Давай. Только не говори, что он заклинил. А, вот теперь он заклинил. Ну, и вот, смотрите, что получилось. Сняли ГБЦ. Пускай пока она лежит. Давайте заглянем в блок, что произошло тут. А здесь какие-то у нас прям произошли реальные чудеса. Цилиндр первый, в который попала, ну, якобы попала у нас там керамика от свечки. Ай, здесь что-то произошло вообще просто неописуемое. Много крошек, пока непонятно, от чего они, от металлических. Вот сейчас я попробую какую-то часть достать. Ну, что примагнитится. Что мы здесь видим? А мы видим здесь куски колец. Правда, что-то их аж выпрямило. Некоторые прям аж, смотрите, расклепало. Ну, это явно кусок кольца. По крайней мере, верхнего точно. Видите, какое тоненькое его раскрошило. То есть, судя по всему, вся вот эта наша керамика, которая попала в цилиндр, ее размолотила. Она попала между стенкой цилиндра и поршнем. И получилась вот такая интересная история. Просто караул. Прям вот ведешь пальцами, и тут... Ну, тут как граблями пахали по стенке цилиндра. Причем хорошими граблями. То есть, до свидания. Цилиндр прям вообще до свидания. Так, смотрим на ГБЦ. Что здесь у нас? Что мы тут видим? Видим какие-то отметины. Ну, вот это от этой керамики, в смысле, какие-то. Можно протереть даже маленько. Ух ты! Посекло, смотрите, как алюминий. Все, все прям в раковинах. Прям керамика илупила беспощадно. То есть, она же у нас очень жесткая. Видать, пока она еще не развалилась совсем. Она здесь наделала делов. И причем неплохих. Смотрите, что хорошо, что оттирается. Прям тоска. Тут реально, после этого-то, после вот таких повреждений, все это дело надо обязательно шлифовать. Но это вот первый цилиндр. Это тот, где у нас была керамика. Едем дальше. Второй. Куда мы, где мы засыпали? Семь шариков. Самое, что любопытное. Поднимаем ГБЦ шарика. Ни одного. То есть, можно предположить, что все-таки через клапана они покинули цилиндр. Ну, просто шарик, чтобы раздолбить в стружку, это очень сложно. Но, как ни крути, какие-то остатки чего-то. Вот на что это похоже. Давайте посмотрим. Эта часть у нас не магнитится. Это что-то алюминиевое. Как вот эта алюминиевая часть могла попасть сюда, в цилиндр? Честно, я затрудняюсь ответить. Потому что здесь, а на ГБЦ, есть только вот такая штука, которую мы хотели увидеть на поршне. Смотрите, какое большое количество кратеров. Как шарики сюда лупили. Смотрите, прям они же были мелкие-мелкие. Вот мелкие кратеры, они остались. То есть, тут их неимоверное количество. Сосчитать их, ну, прям, реально невозможно. Третий цилиндр, который у нас работал с винтами, да? Тоже, причем, самое любопытное, что подняли. Ни одного винтика нету. Все куда-то вылетело. И, конечно, тут примерно мы видим то же самое кино, что и во втором цилиндре. Тоже очень сильно надолбило. Да, что и в первом. Очень сильно надолбило по ГБЦ. Видите, да, где широкий налив и где у нас маленький приливчик. На поршне сейчас посмотрим. Он еще не протирал. Вот сейчас вот протираю. И смотрю, что же произошло здесь. Ну, здесь по классике жанра. Поршень у нас получается как ответная часть. Соответственно, здесь также, где был маленький приливчик, немного наколотило. Где был большой прилив, тут надолбило прям очень-очень сильно. Переходим к четвертому цилиндру. Куда попали сначала очень большие шарики. Ну, либо гаечки, либо... Ну, мы имитировали, конечно же, шариками. И что произошло здесь? Помните, первый клин, когда остановился мотор? Ну, первый там один-два клина. Вот, смотрите, как три шарика лежала на поршне. Они прям четко-четко похожи одновременно ударили. То есть, ну, это как будто заводская такая штамповочка. Тряпка я еще здесь не тер, вот только начинаю протирать. Заметили? Чисто. Прям чисто-чисто. Как будто здесь было все отмыто. Здесь, конечно, есть удары и на клапанах, но они еле-еле заметные. Глазом-то их еле видно. Где вот седло выпускного клапана, здесь что-то брякнуло прям, ну, прям неимоверно хорошо. Прям следы видно обалденно. Когда мы сняли ГБЦ, заглядываем в четвертый цилиндр. Смотрите, что здесь происходит. Здесь нету поршня. Причем не видать даже его кусочков. Все это дело, по-моему, благополучно, не по-моему, а 100% благополучно улетело в поддон и находится там. Причем еще сломало стенку цилиндра. То есть, здесь прям прямой вход в блок. И, судя по всему, пока он еще крутился, пока еще какие-то, возможно, остатки от поршня находились на шатуне. Попала охлаждайка. И смотрите, как быстро все это дело отмыло. Потому что, ну, я вам говорю, реально, здесь никто не шоркал, ничего. Мы прям поднимаем, бах. Начали сначала все смотреть, а потом прям смотрим. А почему он отмытый? А вот, похоже, его все-таки антифризом успело маленечко, успело отполоскать, и поэтому он стал намного чище. Но плюс ко всему здесь еще раздавило свечку. Очень сильно. И все. И тут сложно понять, то ли это прилетел вот этот наконечник от свечи, то ли это когда разлетался поршень, потому что обороты были большие, и все это тут летало-подлетало, и все это могло дело и куском поршня развалить. Значит, получается что? А получается такая же история, как со вторым, когда мы туда, когда я туда загрузил 7 маленьких шариков, и потом мы залезли в четвертый цилиндр, и в четвертом цилиндре нашли один из этих маленьких шариков. Как он туда попал? У меня есть предположение, как он туда мог попасть, но очень хочется почитать, что же напишите по этому поводу вы. Поэтому, ребята, обязательно напишите, я обязательно почитаю. Но, такую, давайте предложу свою безумную идею. Смотрите, через выпуск шарику, хоть есть такие моменты, что вот, допустим, на машинах, на которых стоят катализаторы, когда он начинает разрушаться, через выпуск он попадает в цилиндры, остаются там задели, соответственно, мотор от этой пыли умирает очень быстро. Но вот здесь в Жигулях, смотрите, второй, третий, у них свой выход. То есть он вот он. И причем приемная труба, она соединяется очень далеко внизу. И первый, четвертый, у них тоже свой выход. И тоже приемная труба соединяется там очень низко. Соответственно, со второго цилиндра, чтобы шарик попал в четвертый, ему надо было пролететь туда вниз приемной трубы, где она соединяется. Потом его должно было затянуть сюда-обратно, и он должен был перекантоваться в четвертый цилиндр. Но, насколько бы он не был легкий, да, такое проделать шарику, ну, теоретически даже, ну, это не теоретически, и практически это невозможно. А вот через впуск здесь момент немножко другой. Карбюратор, трамблер, слегка неправильно выставленное зажигание, да, когда вот двигатель хлопает, чихает, он же может хлопнуть и в выпуск, а может хлопнуть и во впуск. И вот мне что-то подсказывает, что именно вот в этот момент, когда хлопает во впуск, и клапан еще не закрыт до конца, он мог сигануть, вот он мог сигануть из цилиндра. Вот прям вариантов я других не вижу. Но это сугубо мое личное мнение. Он мог сигануть во впускной коллектор, и из впускного коллектора, перекочуя по всей этой системе, залететь, опять же, через впуск в четвертый цилиндр. Но других объяснений я не вижу. Если вы знаете, напишите. Прям очень интересно будет, почитаю. Ну и вот такие вот у нас результаты нашего теста. Поэтому, ребят, эксперимент у нас прошел на 107%. Что бы ни попало в цилиндре, все. Это прям прямая угроза жизни двигателя. Поэтому выводы какие? Надо очень внимательно, даже вот перед заменой свечей, лезете в колодцы, блин, ну продуйте вы их, чтобы пыль, мусор, грязь и вот такие крупные фракции ни в коем случае не попали в цилиндр, чтобы ваш двигатель жил, работал долгие-долгие годы. Поэтому, ребят, у меня на этом все. Все вы прекрасно увидели, посмотрели, что будет с двигателем, если, не дай бог, что-то попадет. Ну, тут тотал. Вполнейший, поэтому следите за моторами. Ну, а у меня на этом все. Смотрите нас, подписывайтесь, обязательно предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну все, пока.